В Луганском государственном университете имени Владимира Даля на протяжении пяти дней с 23 по 27 сентября проходил референдум по вопросу вхождения Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации. Ректор Луганского государственного университета имени Владимира Даля Рябищев Виктор Дронович накануне референдума рассказал о том, как жители республики ждали этого долгожданного события. Мы хотим вернуться в свои родные края, в свою отчизну, в свою родину, чтобы отстаивать наш русский язык. Да, 8 лет это был период сложный, но завтра мы отдадим, выйдем все и отдадим свои голоса, чтобы мы вошли в состав Российской Федерации отдельным субъектом. В Далевском университете работало два избирательных участка, 209 и 212, а также находились и выездные участки в разных корпусах университета. Председатель избирательного участка номер 209 Кряковцев Сергей Михайлович рассказал, в каком настроении граждане Луганской Народной Республики приходили на референдум. Как это было важно для тех людей, которые приходили на нам. Они встречались со слезами на глазах. Они были удивлены, поражены, что они нужны нам, что это не лишние люди, что к ним пришли для того, чтобы получить их голос. Вот это, я считаю, самое важное, то, чего мы добивались. Во время прохождения референдума были открыты информационные точки, организованные во всей республике общественно-волонтерским корпусом «Волонтеры за Россию» с целью поддержки референдума о вхождении в состав Российской Федерации. В работе информационных точек участвовали и студенты Далевского университета, которые вручали жителям республики наклейки, флаги и флайеры, а также информировали граждан по вопросам проведения референдума. 24 сентября секретарь Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Турчак Андрей Анатольевич и глава Луганской народной республики Пасечник Леонид Иванович подписали соглашение о сотрудничестве между Всероссийской политической партией «Единая Россия» и общественным движением «Мир Луганщины». На этом торжественном мероприятии ректор Далевского университета вручил бюст героя Советского Союза Василия Маргелова, секретарю Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» Турчаку Андрею Анатольевичу. Этот бюст был отлит на кафедре художественного литья Далевского университета. В Далевском университете функционирует досуговый центр для детей от Всероссийской политической партии «Единая Россия». Вне проведения референдума сотрудники университета имели возможность привезти своих детей в этот центр. Ректор Далевского университета Рябич Виктор Дронович проверил работу досугового центра, а также отметил важность его работы во время референдума. Я хотел бы сказать, уважаемые друзья, коллеги, вот мы сегодня проверяем работу досугового центра в Далевском университете, и вы видите сами, я действительно поражен по активности. И вот эти напряженные дни, когда у нас в республике идет голосование, наш центр досуговый работает. Это очень правильно, очень хорошо. Я думаю, это будет пример и для других досуговых центров. Надо работать так, как сейчас работаем мы. 26 сентября студенты-преподаватели Далевского университета в качестве гостей посетили открытие отреставрированного комплекса «Непокоренные» в городе Краснодоне. На открытии присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Кириенко Сергей Владиленович, глава Луганской народной республики Пасечник Леонид Иванович, а также глава Донецкой народной республики Пуширин Денис Владимирович. Присвоение звания Героя России Виктору Третьякевичу – это про справедливость. Право людей самим принять решение о том, как они видят судьбу своей республики, своей земли – это про справедливость. Право жителей Донбасса вернуться в Россию – это про справедливость. Сотрудники Далевского университета на протяжении пяти дней активно приходили на избирательные участки для голосования. Вместе с профессорско-преподавательским составом свои голоса отдали ректор и администрация Далевского университета. Последний день голосования стал самым активным и скорее праздничным днем для сотрудников университета. Помимо высокой явки на участках, в стенах Далевского университета прошел яркий флешмоб «Мы вместе с Россией», организованный студенческим активом университета. О том, как прошел флешмоб, рассказала директор Департамента социально-гуманитарной воспитательной работы Далевского университета Черепаха Дарина Сергеевна. Акция приурочена проведению референдума в Луганской Народной Республике. Сегодня здесь собрались все студенты институтов и факультетов, те студенты, которые имеют активную гражданскую позицию, и которые, конечно же, сегодня отдали свои голоса, чтобы наша республика стала частью большой русской семьи. Также студенты Далевского университета приняли участие в молодежной акции «С Россией навсегда» у памятника маршалу Клименту Ворошилову. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы плана, понимаем, Россия не знает. Там юноши и девушки, которые в ходе всего референдума работали на информационных точках, выстроились в виде слова «да» и развернули флаг Российской Федерации. Только положительные эмоции, драйв, все кричат, поют. Это самое прекрасное, наверное, что сегодня может быть. Наверное, одно из самых исторических событий, в принципе, за всю жизнь в Луганской Народной Республике. Мы этого ждали, мы сделали, и Донбасс получается в одном углу. Мы, наконец-то, возвращаемся домой, в Российскую Федерацию, по-другому никак. Это, на самом деле, великое для нас событие, то, что мы, наконец-то, услышим тишину. Мы очень рады, мы очень ждали этого, и, наконец-то, мы этого дождались. В этот день также проголосовал и глава Луганской Народной Республики, пасечник Леонид Иванович. Закрытие избирательных участков – это праздничное событие для сотрудников Дальческого университета, которые работали все эти пять дней на участках. Дальше – подсчет голосов и итоговый результат всего референдума. 16.00, 27 сентября, референдум закончен. Ведется подсчет голосов. Мы в России. Уже в 11 вечера председатель Центральной избирательной комиссии Луганской Народной Республики Кравченко Елена Валерьевна озвучила количество проголосовавших, а также итоговый результат голосования – 98,42% за вхождение Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации. Референдум состоялся. Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события. Я вас поздравляю. Глава Луганской Народной Республики Леонид Иванович Пасечник поздравил всех с этим историческим событием. Несмотря на те трудности, которые нам пришлось преодолеть, сегодня мы с вами открываем новую страницу истории Луганской Народной Республики. Дорогие друзья, да здравствует Луганская Народная Республика в составе Российской Федерации. Да здравствует Россия. После подведения итогов луганчане вывесили баннер «С Россией навсегда» на здании Русского драматического театра.